Как гласит китайская пословица, лучшее время для посадки деревьев 20 лет назад, а если не тогда, то прямо сейчас. Заповеднику Триш совместно с предприятием «Зеленстрой» для очередного садика выбрали одни из самых лучших саженцев. Молодая голубая ель уже достигает двух метров в высоту, а это саженец березы. Но пока в нем сложно распознать самое популярное в России дерево. Привычный черно-белый окрас стройная красавица приобретет лишь через 7 лет. Здесь замечательная почва, разнообразная, как раз для разнообразных деревьев, которые мы сегодня и сажали. И для хвойников, и для березы, и рябины, для ивушки. Достаточно влажная здесь должна быть земля. И в принципе, какой будет уход, так и будут расти наши деревья. Но мы уверены, что они будут расти вместе с нашими детьми. В озеленении территории садика приняли участие и сами малыши. Воспитанники старших групп с большим удовольствием помогали взрослым высаживать деревья. Я держал деревья. Если не будет деревьев, мы просто задохнемся. В детском саду «Белочка» 80 воспитанников. Вместе с ребятами старших групп воспитатели организовали праздник, посвященный Дню Земли. Детям рассказали, как ухаживать за саженцами деревьев и как правильно вести себя в лесу. Сегодня каждый ребенок смог оставить свой след в сохранении природы. Мы очень благодарны утрешу за такой подарок. В этом году у нас главной задачей является экологическое воспитание. Теперь у нас главная задача – оберегать, сохранять тот подарок, который мы сегодня получили. За шесть лет заповедник Утриш подарил анапским детским садам более 70 саженцев деревьев. Но на этом экологическая работа не заканчивается. Следующая «Зеленая партия» уже завтра отправится в садик «Казачок» села Суко. Ольга Родина, Ксения Сепко, Михаил Попов, Анапа Регион.